Короче, надо бояться своих придут. Они нас подобивают, чтобы мы ничего никому не рассказывали. Они кричат о том, что мы бьем по ним. Ну, смотрите, ПВО стоят внутри жилых массивов, ПВО работают по объектам. Ракета ПВО, наведясь, она может не выбирать дорогу, просто бьет туда, что у нее на траектории находится. Начинает винить нас обычная история. Сейчас вот только за этот эфир уже третья сирена звучит. Нас теперь уже продают за деньги. Если его-то убили человека, знаете, вот вам полтора миллиона. Если искалечили, руку оторвали. Ну, 600 тысяч хватит. И сейчас это Россия, которая из России сначала пройдох, а потом воров превратилась в Россию, где правят массовые убийцы, которым я служить не захотел. И вот я сейчас здесь, на территории, свободен от этих массовых убийц. И это почему-то у меня вызывает радость. Вот Путину хотелось спросить. И у этих, которые в погонах там командуют, они за сколько своих детей бы продали? Безумную мысль разрешить террор против России поддержал ряд западных участников вот этой же упомянутой мной сходки. Давай, выходи! Выходи, выходи, выходи! Недавно в сети было опубликовано заявление граждан о недоверии Владимиру Путину с требованием его отставки. Путин служит не нам, народу России. Получается, что мы тогда от него ждем? Чего мы, народ, все от него ждем? Владимир Владимирович хотел бы еще одной нематериальной мере рассказать. Патриарх Московский и всея Руси поддержал предложение о крещении всех третьих и последующих детей лично правящим архиереем дальневосточной епархии. Брошенные жители Суджи ждут обещанных ковровых бомбардировок от своих. Они считают, что их убьют, чтобы не оставалось свидетелей. Российский оппозиционер попал под обстрел в Курской области. Пытались убить свои же россияне, которые бьют по своим. Белгород под нескончаемыми обстрелами. ПВО работает исключительно пожилым массивом. У людей паника. Гладков заявляет о массовой эвакуации. А просто сейчас пропагандисты оправдываются, мол, это стандартная практика. Путин решил истребить своих же. Нас теперь продают за деньги. Если вот убили человека, на тебе полтора миллиона рублей. Если искалечили, руку оторвали. Ну, 600 тысяч хватит. Эта жительница Белгорода, она проклинает Путина. Ну, а США ввели санкции против российской пропагандистки Маргариты Симоньян и возглавляемой ею Russia Today. А оборуженные все Украины сейчас продвигаются в Курской области и движутся в направлении, в том числе и Белгородской области. Так что слава вооруженному всему Украине, друзья. Мы пишем этот блог. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Подпишитесь на мой YouTube-канал «Даже счастливая». Нас уже 300 тысяч. Мы дверемся к цифре 400 тысяч. Без вас это будет невозможно. Поэтому лайк, комментарий, подписка. И напишите, пожалуйста, географию просмотров. Для нас это очень важно. Сейчас мы скажем о том вам, как Путин бьет по Курской области, бьет по Белгородской области, бьет по своим же. Это такая практика. Ковровые бомбардировки стелить с лица земли. И об этом говорят уже местные жители. Вот, например, Курская область. Брошенные жители Суджи ждут обещанных ковровых бомбардировок от своих. Они уверены, их убьют, чтобы не осталось свидетелей. Я, друзья, всю абсценную лексику запикала. Но вот, как говорится, из песни слов не выкинешь. Смотрим. Бандиты нашли. Ты хотя бы детей не пугал, которые там. Вы, конечно, тут бандиты. А бандиты и воду раздают, так сказать. Это самый хлеб. Обратите внимание, то есть Путин и российская пропаганда говорит о бандитах, о мародерах. То есть вооруженные силы Украины ужасающие люди. Но в то же время местное население утверждает, что те бандиты, о которых говорит Путин, это вооруженные силы Украины, которые и хлеб дают, и воду дают, и исполняют все нормы Женевской конвенции. И слава вооруженным силам Украины за это. В каждом блоге я показываю вам, как пропагандисты обсуждают атаки по мирному населению. Ковровые бомбардировки, сервис лица земли, сдать территории. И каждый раз мы находим этому видео подтверждение, когда местные жители попадают под обстрелы, говорят о том, что это все россияне их бьют. И вот российский оппозиционер Ростислав Мурзаголов приехал в Курскую область и его пытались убить. Там его атаковали дроном, и он попал под обстрел. Стреляли свои россияне по Курской области по своим же. Давайте посмотрим эти правдивые реальные видео из Курской области. И сейчас это Россия, которая из России сначала пройдох, а потом в воров превратилась в Россию, где правят массовые убийцы, которым я служить не захотел. И вот я сейчас здесь, на территории, свободный от этих массовых убийц. И это почему-то у меня вызывает радость, несмотря на ту дикую тревогу и страх. Здесь нас чуть не взорвали, сейчас между нашими машинами упал дрон. Но я хочу, чтобы вся вот Россия была без вот этих всех Путин. Грохот, блядь. Грохот опять. Россия стреляет, поискивает какие-то позиции. Так вот, я хочу, чтобы Россия была без этих Путина. И все-все сейчас, кто будет видеть это и писать мне какие-то душащепательные посты про то, что я предатель. Это вы, блядь, предатели. Потому что нельзя работать под властью массовых убийц. Пройдохи и воры, да хер с ними. Очень много где власти такие. В России так всю жизнь такие были. Но работать на массовых убийц, пацаны, вы че, блядь? Все те, кто там со мной дружили и работали, вы че, блядь? Имена сейчас называть не хочу просто. Хотя вы знаете, о ком я говорю, парни. Знаете, каждый. Это вы, предатели. Те, кто поддержит это говно. И те, кто помалкивает. Если бы все сказали нет, вот этого всего бы не было. Вот этого всего пиздеца, как творится. Вот этого всего пиздеца, блядь. Пиздец, блядь. Иду, попытаюсь найти какое-то более безопасное место, чем Курс. Вы сдох здесь. Свободный от Путина России. Из песни слова не выкинешь правдивые слова. Российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов в Курской области. Это сказали не вооруженные силы Украины. Это сказал россиянин. Человек с российским паспортом. Еще один россиянин, правда пропагандист Корнаухов, жалуется, что только за время его эфира звучит уже третья воздушная тревога. А раньше такого не было. Ну, как говорится, Путин на что хотел, то и получил. Когда ситуация используется для того, чтобы разгонять панику, это одна из задач Цепсона. Вместе с тем, я думаю, что мы все будем детально отслеживать. Ну вот, кстати, звучит, я не знаю, слышно ли нашим и радиослушателям, и телезрителям, сирена ракетной опасности. И если вчера я радовался, что количество оповещений резко сократилось, значит, противник не имеет возможности бить по мирным населенным пунктам региона, то сейчас вот только за этот эфир уже третья сирена звучит. То есть враг пытается огрызаться. Курская область, мы прекрасно понимаем, в Белгородской области тоже объявлена массовая эвакуация, огромное количество обстрелов. Мы в предыдущих блогах на моем YouTube-канале показывали, как местное ПВО работает и сбивает, и ПВО сбивает жилые, значит, над жилыми массивами, поэтому все это попадает в квартиры. Дома, жилые дома, вы прекрасно понимаете, как работает ПВО. Более того, Путин сам стреляет и по своим же. Не надо шутить про наши красные линии. МИД России продолжает панически бояться предоставления Украине разрешения на дальнобойные удары по России, потому что в Нью-Йорке ожидается встреча Зеленского и Байдена. И там, в принципе, дойдут до некоторых соглашений разрешение бить американским оружием по территории России, по военным инфраструктурным объектам. Москва, Санкт-Петербург, Курская, Брянская, Белгородская область. Они будут атакованы американским, европейским, британским оружием. И президент Зеленский делает все возможное, чтобы договориться с Байденом. Так вот, этого боится и Россия. Мария Захарова, пресс-алкаше российского МИДа, как всегда в своих конвульсиях и истерикой. Смотрим. Решить террор против России поддержал ряд западных участников вот этой же упомянутой мной сходки, министра иностранных дел, в частности, Нидерландов, Польши, Франции. Ну, естественно, прибалтийские режимы в аналогичном ключе высказались ради сиюминутных политических бонусов, ради стремления выслужиться, отработать вот эти все гранты, подачки, да или просто прямую зарплату, которую им передают, так сказать, с запада. ЕСовские политики отказываются мыслить не то, что здраво и дальновидно, а вообще как-то, знаете, в русле своих же собственных установок. Они теряют чувство реальности, они абсолютно не задумываются. То кто теряет чувство реальности, простите, в рисках дальнейшей опасной эскалации конфликта, даже в контексте собственных интересов? Теперь уже дело не в Украине и не про украинских граждан, про них они давно забыли. Они про себя не думают. Но хотели бы предупредить подобных безответственных политиков в странах ЕС, НАТО, за океаном. В случае соответствующих агрессивных шагов киевского режима, ответ России последует незамедлительно. Я думаю, что многое из этого вы уже наблюдаете в последние дни. И ответы будут крайне болезненными. Да, по собственному населению, по Курской, Брянской и Белгородской области. Потому что мы-то будем по ним бить нашим оружием, по военным, инфраструктурным объектам, нефтеперерабатывающим заводам. Ну а теперь к сухим фактам. США близки к соглашению о ракетах большой дальности для Украины. Поставка займет несколько месяцев. Захарова, ты услышала нас? Об этом пишет Ройтер. С Киеву придется подождать пару месяцев, пока Вашингтон решает тех вопросы перед поставкой, сообщает агентство, ссылаясь на свои источники. Речь идет о том, что отправка ракеты «Джазм» в Украину может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, поскольку большая часть территории России окажется в зоне действия мощных высокоточных боеприпасов. Привет, Захарова. Внедрение ракет «Джазм», которые малозаметны и могут наносить удары дальше, чем большинство других ракет, имеющихся в настоящее время в арсенале вооруженных сил Украины, они смогут отодвинуть российские районы сосредоточения и склады снабжения на сотни миль. Запуск их из точек вблизи северной границы Украины с Россией может позволить им поражать военные объекты вплоть до Воронежа и Брянска. А на юге сбросы вблизи линии фронта может позволить наносить удары по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму. Старые модели «Джазм» имеют дальность 370 километров и спроектированы так, чтобы их сложно было обнаружить на радаре. Они могут лететь близко к земле и могут быть запрограммированы на обходные маршруты, избегая ПВО. Также ракета «Джазм» может лететь больше, чем на 500 миль. Мне кажется, это феноменальные новости. Я думаю, что именно этого боится пресс-алкаше Российской Федерации Мария Захарова. Ну а сейчас мы посмотрим, как россиянки хотят свержения Путина и наконец-то поняли, что он не народный президент. Он президент для себя, президент для войны. И то, что он убивает собственное население, как говорится, деньги. Вот убили, получили деньги. Ранили, получили деньги небольшие. Но вот тот вопрос в том, что их убивают. И они наконец-таки это поняли. Продают за деньги. Если вот убили человека, знаете, вот вам полтора миллиона. Если искалечили, руку оторвали. Ну 600 тысяч хватит. Ну как-то так. А если там руку оторвали, то 300 тысяч. Малый ущерб нанесли. Я бы вот Путину хотела спросить. И у этих, которые в погонах там командуют. Они за сколько своих детей бы продали? Недавно в сети было опубликовано заявление граждан о недоверии Владимиру Путину с требованием его отставки. Вот я привожу выдержки из него. Есть множество фактов, из которых можно сделать вывод, что Путин служит не нам, народу России. Получается, что мы тогда от него ждем? Чего мы, народ, все от него ждем? Фундаментально важный вопрос. Но, конечно же, кроме слов, никаких действий абсолютно. А вот чего ждать от Путина? Ну, конечно же, повышение рождаемости и усиление РПЦ. Он там себя на Восточном экономическом форуме решает важные вопросы. Пока в Курской, Брянской, Белгородской областях обстрелы, эвакуация, ну и, соответственно, вооруженные силы Украины. А Путин где? А Путин где? Ну, вы сами знаете, где Путин. Владимир Владимирович хотел бы еще одной нематериальной мере рассказать. Патриарх Московский и всея Руси поддержал предложение о крещении всех третьих и последующих детей лично правящим архиереем Дальневосточной епархии. Мы подсмотрели такая практика, существует в Грузии, и предложили его святейшеству варианты либо с четвертых детей, либо с третьих начинать. Патриарх однозначно сказал с третьих. Поэтому не только материальными стимулами многодетности. ФСБ, ой, РПЦ, ой, ФСБ, РПЦ, теперь у нас, естественно, что у них там в России, как говорится, неадекват полный, да, вот, как говорится, ФСБ, РПЦ решает в России все. Все. Друзья, хочу что еще вам показать, что Россия будет инвестировать в энергетику Монголию. Ну, все прекрасно понимают, что Путин не в Курске, не в Белгороде, не в Брянске. Он был в Монголии, а теперь на экономическом форуме. И Путин обещал помочь с реконструкцией ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. А на видео какой-то умыск, где 500 домов остались без газа, потому что труба дорогая. Привет, Монголия. 21-я линия, да. Тихо. Обназали. Обназали. Обназали, потому что газа нет, так сказали. Потому что я тоже туристула. Дальше. Отправили в прокуратуру, я объясняю. Прокуратура звонит нам в СОС почти каждый день. И только одно и то же. Списки нам отправки, списки нам отправки, у кого есть какое отопление, бред какой. А как люди реагируют? Давайте, пожалуйста, включим газ. Да, но зато Монголия, которая не может арестовать Путина, хотя она ратифицировала Римский статус, именно потому что Россия помогает сегодня полностью. И она, Монголия, энергетически зависима от России. Вот только на свое население ему наплевать. То же самое, когда Путин атакует на Донбассе, покровское направление для него на сегодняшний момент является приоритетным, и на курское направление ему плевать. То есть ему абсолютно плевать на местное население, пусть оно там страдает, как выразился Путин на последней общении с медиа, ему плевать. Ему плевать на курское население, на курчану, главное вот покровское направление, главное завоевать Украину. То есть атаковать другие страны, а на свою страну полностью наплевать. Еще очень важная фундаментальная новость. США вели санкции против Маргариты Симоньян. Российская пропагандистка, которая возглавляет Russia Today, против нее тоже вели санкции. В список американского Минфина также попала медиагруппа «Россия сегодня». Реановости, Спутник и Руктли. Тю, проснулись, прокомментировала санкции Маргариты Симоньян. Я хочу вам показать сейчас видео просто для понимания глубины их лицемерия. То есть Маргарита Симоньян выдавливает из себя слезы, стоя на коленях, просит прощения, продолжая в этот момент быть сторонником разжигателей войны, в которой гибнут дети. Россия каждый день бомбит Украину, каждый день гибнут дети, мирное население, женщины, старики, наши воины. А едва не погибшие от рук террористов, теперь воюют за террористов. Какая-то просто чистейшая орыловщина. И Маргарита Симоньян, она стоит на коленях, просит прощения, продолжая быть сторонником и разжигателем войны, в которой гибнут дети. Давайте посмотрим. Десятилетние мальчики-близнецы с Асланом и Аслан. 94-й год, так мая. А вот еще один двухлетний, 2002-й год, двухлетний малыш, четырехлетняя девочка, он двухтысячный год рада. Здрасте, здрасте, Надежда. Здравствуйте, не узнала сразу. Здрасте. Такая же какая-то сразу маленькая стала. Можно обнять? Так я была маленькая. Не надо, не надо. Маргарита, нам нельзя. Я знаю, я все понимаю. Извините. Но нам нельзя. Потому что я тогда сейчас растекусь здесь вообще. Мы не будем плакать. Не дождутся они больше от нас. То ли из чувства долга перед спасшими их офицерами, то ли по другим каким-то причинам, выросшие бесланские заложники теперь уходят добровольцами на СВО. Тот ужас, который я пережил, будучи ребенком, изменил меня само собой. И я в первые минуты, когда мы приехали на точку, куда мы двигались, первое, что мы увидели, это был наш солдат убитый на взорванном танке. Его была ровно половина. Я просто хочу повторить фразу, которую я сказала до просмотра этого сюжета. Едва не погибшие от рук террористов, теперь воюют за террористов. Какая-то чистейшая Орловщина. Друзья, прошу вас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на ютуб-канал. У нас уже 300 тысяч. Спасибо вам большое. Мы дверимся к 400. Без вас это невозможно. Поставьте колокольчик, чтобы первыми смотреть мои видео. И напишите в комментариях, что вы думаете об этом расшизме, об этом диком русском мире. Мы боремся с российской пропагандой, показываем вам ее ужасы, ее кошмары. Прошу вас, будьте на светлой стороне света. Слава Украине, героям слава, слава вооруженным силам Украины. Мы обязательно победим. Но в завершении хочу вам показать это просто видео. На самый финал уже буду прощаться. Из жизни сверхдержавы. В Подмосковье загорелась электричка. И пассажиры выбивали окна руками. Давай, выходи! Выходи, выходи, выходи! Вердайте, люди! Черт, ничего! Продолжение следует... Продолжение следует...